У нас сегодня вечернее собрание, у нас сейчас будет завтра богослужение, и мы не случайно, когда мы молились и готовились к этой конференции, Бог дал нам такую тему о могуществе сердца, и давайте откроем вот это место Писания, которое является как бы базовым для всей нашей конференции, это притча, 4 глава, 23 стих. Я смотрел этот стих в разных переводах, и в принципе вот такое, наверное, уникальное место Писания, где почти что все переводы об одном и том же, то есть каких-то отличий нет. Где-то написано источник жизни, где-то написано жизни источник, Ну, в принципе, вот суть этого стиха, она такая же, как и в нашем синодальном переводе, поэтому я прочитаю по синодальному переводу. Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни. Само название «Могущество сердца», название нашей конференции, вот само такого словосочетания в Писании не встречается. Мы назвали так конференцию, потому что есть одноименное название одного документального фильма «Могущество сердца», и если вы с нами ездили на наши выезды тишины, молитвы тишины или выезды созерцания, когда мы с верующими собираемся, уезжаем на город на неделю и попадаем в такой мини-монастырь, где у всех забираются телефоны сотовые, забираются всякие там гаджеты, компьютеры, книжки, кроме Священного Писания, и где мы просто погружаемся в такую атмосферу молчания, тишины, и все, что мы там делаем, мы там молимся. Мы просто пребываем в молитве, в молитве созерцания, в этой древней молитве, которую восточные христиане называли «умно-сердечная молитва» или «молитва умного делания». Мы погружаемся в эту молитву и молимся. И некоторые вещи, которые там происходят, и в последнее время мы смотрели этот фильм «Могущество сердца», и если вы не были на этих выездах, я вам советую, сам фильм «Могущество сердца» начинается с такой интересной истории, эксперимента, который проводили в разных странах мира, и этот эксперимент приходил к одному и тому же результату. Брали испытуемого человека, и все его тело буквально, ко всему телу прикрепляли разные датчики, которые снимали всевозможные показания, а потом показывали картинку. Вот 6 секунд там темный экран был, и показывали картинку. Картинки были разные, которые вызывали разные эмоции. Какие-то картинки вызывали ужас, какие-то картинки вызывали, наоборот, улыбку, там какие-то были неприятные картинки, какие-то такие, как милота такая, в общем, няш-няш-няш. В общем, и на разные картинки сердце реагировало по-разному. Когда картинки тревожные, опасные или страшные даже, сердце замедлялось. И потом шла информация от сердца в мозг, а уже от мозга по всему телу передавалось. Там можно волосы дыбом вставать, ну не знаю, у женщин нет, но у мужчин вставали точно волосы дыбом. У женщин тоже, если у некоторых тоже вставали. В общем, уже была такая реакция по всему организму. И интересно, что удивило самих ученых, наблюдателей, то, что за несколько буквально секунд до появления картинки на экране сердце уже начинало реагировать. Хотя даже сами ученые не знали, какая картинка будет следующей, потому что компьютер выдавал заложенные картинки в произвольном порядке. То есть никто не знал, какая картинка появится. Но, тем не менее, сердце за несколько секунд до того, как глаз видел картинку, уже начинало реагировать. И если, например, картинка была там связана с каким-нибудь там полем сражения, смертью, травмами, то сердце начинало уже биться в более таком замедленном режиме. И этот эксперимент, как я сказал, проводили в разных странах, и везде результат был одинаковый. И ученые, они сделали такой вывод, как будто сердце подключено к какой-то информации, как будто сердце подключено к чему-то такому, что находится за пределами пространства и времени, как будто сердце знает намного больше. Вот почему драгоценное... Вот смотрите, то, к чему пришли ученые, в Священное Писание за тысячелетия до этих экспериментов уже написало, больше всего хранимого. Когда мы говорим с вами о сердце, мы же отлично понимаем, что да, у нас есть удивительный насос, который качает постоянно кровь по нашему организму, и это очень важно, да? Но когда мы говорим о сердце, мы имеем в виду не просто физический орган, качающий кровь. И поэтому Писание, смотрите, говорит, больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни. То есть каким-то образом, да, наше сердце соединено с каким-то источником жизни, то есть с чем-то находящимся вне понимания нашего разума, нашего образования, информации, которую мы в течение жизни получали. То есть как будто наше сердце знает намного больше, чем наше сознание, чем все то, чему мы учились. И весь вопрос в том, учимся ли мы слушать наше сердце. Когда человек прислушивается к своему голосу внутри, да, часто он говорит, о, вот я чувствовал, да, и получилось. И как это люди называют? Интуиция называют. Ну, я вам хочу сказать, что поймите, вот все это, это лишь термины. Интуиция. Можно знать интуицию, можно знать, как определять интуицию. Но это немного помогает нам. Вот это умственное наше знание. Умение определять, умение все раскладывать по полочкам. А тут важно другое. То, что внутри тебя ты умеешь прислушиваться к этому. Ты умеешь слышать. То, о чем говорил Иисус, обращаясь к людям, окружающим Его, да, не придет Царство Божие приметным образом. Когда скажут, вон там, вон здесь, вот там, вот где-то, вот. Как постоянно в христианском мире мы все что-то бегаем и ищем какое-то Царство Божие. Где-то вот оно должно точно, точно вот. А Иисус сказал давным-давно, что оно внутри вас есть. Внутри вас находится. И страшно, когда что-то самое важное, самое ценное находится внутри нас, а мы так и не умеем к этому прислушиваться. Я как-то читал, очень интересно, вот такого христианского мистика в средние века, Матильда Магдебурская. Она жила в Германии. У нее очень интересные духовные переживания были. Вообще, когда ты начинаешь погружаться в Божье присутствие, тебя начинают интересовать люди в истории церкви, не теологи, как меня раньше, не там, богословы, а люди, которые переживали Бога, переживали Его присутствие. Вот смотрите, она такую вещь написала. Рыба не может утонуть в воде, а птица никогда не может упасть с неба. Каждое создание на этой земле должно найти свое. И дальше, интересно, Матильда Магдебурская напишет, что порой рыбам и птицам проще найти свою среду, которая находится, в которой они чувствуют себя комфортно, чем нам, людям, которые считают себя венцом Божьего творения. Нам трудно. А где же находится вот именно вот это, наше-то, к чему мы так стремимся? Вот есть же что-то, что вот мы переживаем, да, во время глубоких молитв, вот то, куда мы хотим, вот где, где оно, после смерти только, когда мы умрем, вот на некоторых думают, ну тут что-то мы ничего не переживаем, ничего ощущаем, может после смерти что-то мы ощутим. Где оно находится? Внутри нас. И вы знаете, когда мы говорим о могуществе в сердце, в принципе, вот весь этот фильм, он показывал, что вот сила сердца, могущество сердца, и вот тот источник, который находится в сердце, он называется очень просто, это любовь. Любовь, которая изливается и с небес через наше сердце. И в принципе, вот все проповеди, они были на разную тему, но начиная с вчерашнего вечера, так или иначе, рассматривались разные грани, разные грани любви. Для меня, наверное, один из самых таких ярких стихов в Священном Писании, ну не только, наверное, для меня, для каждого читающего Библию, посвященный любви, это восьмая голова книги «Песни песней», восьмая голова, шестой стих, где вот эти знаменитые слова «Положи меня, как печать на сердце твое». Опять разговор про сердце. То есть есть какие-то вещи, которые они заработают, только если мы что-то предпримем. Мы часто ожидаем, что это Господь что-то вот такое должен сделать в нашей жизни. Но тут написано, «Положи меня, как печать на сердце твое, как перстень на руку твою, ибо крепка, как смерть, любовь, люта, как преисподняя ревность, стрелы ее, стрелы огненные, она пламень весьма сильный». Я помню, я долгое время, когда читал это местописание, оно вроде такое красивое, и тут такие, ну, сильные метафоры используются, да, огненные стрелы, пламень весьма сильный, да, вот. Меня всегда как бы смущала одна вещь, которая здесь написана, то есть про любовь все понятно, про перстень, там, про сердце, вот. Но вот как-то все я не очень понимал, вот это слово «ревность», да, люта, как преисподняя ревность. Вот. И там дальше седьмой стих, большие воды не могут потушить любви, да, кто бы давал все богатство дома, за нее был бы отвергнут с призрением. Все красиво, все понятно. Но вот эта вот ревность, как-то вот сюда вот внедрилась, в шестой стих. Когда потом я смотрел, и как бы для меня понятно стало, вот здесь греческое слово, вот в еврейском, в тексте Писания, на греческом языке, в Септуагинте, вот слово «ревность» это греческое слово «зилос». «Зилос» означает «ревность» не в плане, вот когда ты ревнуешь кого-то там, ревность в плане рвения. То есть это ревность, как рвение, страсть. Еще значение у этого слова в греческом языке «пыл», вот то есть вот страсть, пыл. И вот если в таком значении как-то все складывается, смотрите, положи меня, как печать на сердце твое, как перстень на руку твою, ибо крепка, как смерть, любовь, люта, как преисподнее рвение, пыл, страсть, стрелы ее, стрелы огненные, она, пламень, весьма сильный. Когда мы вот посмотрим, сегодня большинство, мы как-то вот ехали с Алисой, да, и слышали, слушали какое-то радио, вот, и мне, мне дочка говорит, пап, тут мы слушаем, почти что, все песни, которые поются, все время только о любви, о любви, о любви, о любви, о любви. Почему так? Я говорю, дочка, ну, наверное, потому что только когда любишь, хочется петь. Вот, в других состояниях не всегда хочется петь, а тут хочется петь, хочется не просто петь, хочется что-то такое сочинять, о любви, да, и много разных песен о любви, и вот мы же знаем, да, с одной стороны, вот, любовь это такое слово, такое сладкое, притягательное, о чем поют люди, даже не обязательно, им нужно Библию читать, там, книгу, песни, песни, с другой стороны, я как раз сегодня хотел бы об этом поговорить, да, есть грань любви, которую люди переживают, они могут понять, она словно их как-то разрушает, такое какое-то деструктивное чувство, то есть, любовь, которая ломает жизни, ломает судьбы, там, ломает здоровье людей, там, доводит их до убийства и до самоубийства, и вот мы очень часто говорим, вот, о созидающих, вот, о созидающих вещах в отношениях, сегодня я хотел бы вот с вами рассмотреть как раз разрушительную часть отношений, я не случайно это говорю именно не на обычном собрании, а на женской конференции, почему, я думаю, вот вы, вы поймете, почему, почему именно, именно на женской конференции, я пересню, есть такое понятие, как любовная зависимость, то есть, вот именно, вот эта разрушительная сторона любви, когда люди попадают в рабство, буквально превращаются в этих рабов любви, и это рабство разрушает их жизнь, чуть ли не больше, а как бы основной, основная причина самоубийств, я смотрел статистику недавно, основная причина самоубийств является именно любовное переживание, любовная, любовная зависимость, чтобы понять, что это такое, я хочу рассмотреть две, две стороны, вот, как вообще вот возникает любовь, я сейчас беру не безусловную любовь, там, ага, к Господу, к ближним, к детям, к родителям, я беру именно любовь во взаимоотношениях между мужчиной и женщиной, так вот, в наших взаимоотношениях, когда вот возникает такое чувство, необходимы две вещи, две вещи, я, ну, так, такие будут несколько наукообразные слова, но это не очень страшно, да, и самая первая вещь необходимая, чтобы у тебя вспыхнуло чувство к кому-то, называется очень просто, идеализация, идеализация, идеализация объекта, когда ты встречаешь, ну, у нас женская конференция, мужчину, я не от твоего лица говорю, от твоего, не подумай, что я тут встречаю мужчину, ты встречаешь мужчину и начинаешь этому мужчине приписывать удивительные, совершенные качества, он и самый умный, и ничего, что его из средней школы выгнали за неуспеваемость, и что вообще-то этот Федя ни одного экзамена нормально не сдал, но ты смотришь на него и понимаешь, что просто мир Федю не понял, потому что он не такой, как все, он умнее, как все, умнее, чем все, потому что он такой умный, он такой умный, что даже никто на земле и не может понять, что он умный и считает, что он глупый, и только тебе Бог глаза открыл, какой он умный, ну, а то, что Федя самый стройный, ну, тут и споров нет, и то, что там он на весах весит 150 килограммов, тебя вообще не волнует, потому что ты видишь его, ну, он, конечно, может быть не худышка, но такой подтянутый, подтянутый, как может там 150 килограммов подтянутый, но тебе он кажется подтянутый, то есть ты его рисуешь подтянутым, ты его рисуешь умным, ты его рисуешь очень благородным человеком, думаешь, а это-то откуда, ну, как, посмотри, как Федя смотрит, так могут смотреть только благородные люди, вот, и все, и происходит вот такая идеализация этого человека, и я смотрел даже, когда разных там психотерапевты, они рассказывали, что где-то 65 процентов это возникает среди знакомых, то есть вот когда, там, вы общаетесь где-нибудь на домашней группе, там, или у нас там по средам, да, молодежные какие-то встречи, игра, игра, и ты играешь с этой Федей, и ты с этим Федей уже целый год ходишь в одну церковь, и вдруг думаешь, кто передо мной сидит, принц просто настоящий. То есть в основном среди знакомых, 35 процентов это первая встреча, так называемое случайное знакомство, ну, вот, как, едешь, едешь в трамвае, или в маршрутке сидишь, и вдруг заходит парень такой, а-а-а, случайное знакомство, и думаешь, где такие бывают? И вот, и ты начинаешь его рисовать, вот он такой уникальный, и талантливый он, и харизматичный, и удивительный, и просто весь такой идеальный, и поэтому у тебя произошло что? Идеализация, то есть приписывание человеку супер, супер качеств. Я когда смотрел, как об этом говорят психиатры, психиатры, знаете, что говорят? Что, в принципе, вот эта вот идеализация, когда, когда в любви ты идеализируешь кого-то, очень похоже на бредовое краткосрочное расстройство. То есть это бредовое краткосрочное расстройство, потому что, ну, потому что все видят, что Федя не стройный, жирный. Ну, все видят, но ты не видишь. Почему? У тебя расстройство. Не случайно же часто сравнивается любовь с болезнью, да? Ты думаешь, это так фигурально. Ну, это так и есть. Одно радует, что это бредовое краткосрочное расстройство, да? Потому что, если бы это продлилось подольше, вас бы с Федей могли бы закрывать уже. Вот. Хорошо. Вот это. И вторая сторона, как возникает любовь. То есть то, что необходимо, идеализация. Но этого недостаточно. Недостаточно, чтобы ты просто влюбилась, влюбилась. Недостаточно. Должна быть еще вторая составная, которая называется уникализация. Уникализация. То есть он не просто такой, весь из себя идеальный, умный, красивый. Но таких, как он, больше в Екатеринбурге нет. Про Киев вообще не говорим. Там их никогда не было. То есть таких, как Федя, больше нет. Это уникально. То есть это не то, что как бы вот есть много хороших парней, Федя как-то лучше всех. Да нет! Если не он, то никто. Потому что только с ним можно быть счастливым. Что интересно, вот точно так же вот разные психотерапевты, сексопатологи разные, говорят, что вот на уникализация, уникализация это больше именно свойственно, свойственно женщинам. Женщинам. Поэтому они говорят, что настоящая любовь, вот настоящую любовь, ее могут женщины только переживать. Мужчины не могут. Точнее так сильно не могут. Почему? Они говорят, у мужчин немножко по-другому. Даже если мужчина видит какую-то девушку, она ему очень нравится, да, но он находит другую. Может быть, с ней он не будет, вот как вот с ней на 100% счастлив. С ней он будет счастлив на 80. Ну, что делать на 80, так на 80. И он пошел на 80, да. Так как-то не получилось на 80, тут на 65%. Ну, что же, не пропадать старым бабылем-то всю жизнь, да, на 65 возьмем такую, да. Ну, там доходит до пяти, нормально. То есть у мужчин, вот это, у мужчины тоже любят идеализировать с уникализацией слабой. То есть, ну, вот тот не подошел. Ну, в принципе, кто из них больше на человека? Ну, вот, может, ну, с тем, да, если согласиться. Вот, вот так вот. Но у женщины не так вот. Либо, Федя, обезьяны не нужны другие мне все. Неандертальцы не нужны эти тупиковые ветви человечества, да. Мне нужен только караманьо, Лицфедя. Больше? Больше никто другой не нужен. Вот. Может быть, без вашего женского качества эволюция бы не сработала, да? Но мы в нее не верим. Вот, поэтому, вот, они говорят, что настоящая большая любовь – исключительно женское чувство. И поэтому так и получается, вот, что к любовной зависимости как-то вот именно склонны женщины. Когда вот есть две эти стороны – идеализация и уникализация, на фоне этого наступает то, что люди называют любовью. То есть это такое особое состояние, во-первых, эмоционального подъема, когда начинают усиленно работать всевозможные системы твоего организма, да? Ты все время на подъеме, да? Все время на подъеме. Вы с Федей бегали весь день по городу, там, по-разному, гуляли в парке, в кино ходили. И ты потом всю ночь уснуть не можешь, а на завтра опять встречаешься и думаешь, откуда только силы берутся. Как будто, знаешь, вот такой всплеск. Ты спать не можешь. Есть тем более не можешь. Просто, Федя, такой стройняшкой ты тоже должна соответствовать, естественно, да? Какой есть. Ты уже отъела свое за всю жизнь, да? Ты теперь только на похудении, чтобы Федя тебя не разлюбил. Вот. И все время, и тебя, и вот эта вегетососудистая система работает, то тебя бросает то в жар, то в холод, да? Что-нибудь вот скажет Федя. И ты думаешь, да, это точно, да? То, что до этого там Сережа говорил, там Миша говорил, пастыр все время тебе об этом говорил. Ты как-то не реагировала особо. Ну, сказал и сказал. А тут Он сказал. И у тебя прям вот, ты бледнеешь, ты краснеешь, ты потеешь, да? Что-то такое происходит с тобой. Какие-то ресурсы, постоянный какой-то подъем, да? А если он там, не дай Бог, там как-то плечом коснулся у тебя, аж прям мурашки по телу, да? Обычно в час пик езжешь в транспорте, тебя там все касаются, тебе кроме злости никаких эмоций. А тут Он тебя коснулся, и все, все у тебя, все, ты просто плакать, плакать готово. Происходят стимулы, интеллект начинает работать, ну, и у тебя какие-то память вдруг появляется. Не девичья. Просто случай был у нас, как-то одна девчонка, одна сестра верующая, влюбилась в брата одного, вот, а он очень футболом увлекался. И он ввел в списке каких-то команд, чуть ли не с 80-х годов, там кто с кем играл, да? Так она стала ходить с ним на какие-то футбольные матчи, стала запоминать команды и фамилии игроков, которые в командах играли. До этого ее футбол вообще не интересовал. Ну, как всех нормальных людей, конечно. А тут вдруг стала таким фанатом футбола, все запоминает, и не просто, знаешь, вот как бы, там вот Феде нравится, и тебе, ты как бы чувствуешь, что тебе всегда это нравилось. Просто как-то подходящего человека не было, чтобы повел тебя на футбол. И у тебя, у тебя раз, это и точно, и футбол, и все эти эмоции, и вот такой подъем, подъем, подъема такой организма. И вот на самом деле, вот это кратковременное расстройство, это все, мобилизация эмоциональная, интеллектуальная, мало спишь, но выносливо, как никогда, мало ешь, но готова на подвиги. И потом проходит время. Врачи говорят до 9 месяцев, максимум до 12. С Богом до полутора лет. Шучу. Почему, некоторые спрашивают, Виктор, почему мы в церквах вот помолвки объявляем? А вот именно для этого. Именно для этого. Чтобы больные не женились. Тем более, замуж не выходили. То есть, необходимо некоторое время. Потому что то, что я все описывал, это в принципе, да, вот эта идеализация, уникализация. В Библии таких слов нет. Но в Библии есть вот это слово. Зилос. Рвение. Пыл. Страсть. Которые, по словам автора «Песни песней», люта, как преисподняя. То есть, это такой мощный пламень. И смотрите, вот обратите внимание, что здесь сравниваются вот эти все переживания с некой стихией, с огнем. И мы понимаем, что с одной стороны, огонь, тепло нам необходимо. С другой стороны, если неправильно этим управлять, это же разрушение. Не знаю, когда-нибудь вы переживали пожар. Я, слава Богу, никогда в своей жизни не переживал. Просто было вот такое ощущение, как все... Однажды у меня в детстве, я как все дети любил, на подоконнике дома, был маленьким, да, всякие костерчики раскладывать, да, и как они горят, вот эти спичные коробки, как там все. И я помню до сих пор один случай, когда я сложил такой большой костер, и вдруг так этот огонь разгорелся, что уже начал, перешел на краску подоконника. Тогда, ну тогда были, сейчас пластиковые, тогда же были деревянные подоконники, да. И до обоев дошел. И я вдруг почувствовал, знаете, вот этот такой холодок внутри, когда вдруг ты чувствуешь, что вот этот огонь, который там горел в чашке, и так тебе нравился, постепенно начинает выходить из-под твоего контроля. Вы переживали такое, да? И страх наступает. Я тогда, конечно, там все схватил, воду, там чаем поливал, я потушил. Я не смог, вот, я не смог скрыть следы преступления, поэтому мне вечером досталось. Но огонь я победил. Но вот это чувство, когда что-то, что тебе нравилось, на что ты смотрел, вдруг начинает выходить из-под твоего контроля, вот это страшное ощущение. И вот когда мы говорим про любовь, да, про рвение, про эту страсть, вот она начинает гореть, гореть, гореть. И что происходит потом? Потом происходит, когда вот это пламя перетекает либо в любовные отношения, в супружескую любовь, где помимо вот этого огня приходит взаимоуважение. Когда, ну, что происходит? Когда ты, в принципе, начинаешь, как бы, немножко прозревать, и ты видишь, что твой Федя не такой уж подтянутый, как ты думала раньше. И как-то ему для здоровья, ну, как бы, так, килограммчиков, так, 5, 10, 20, это необходимо сбросить. И не самый-то, может, он и начитанный. Говорить-то, конечно, он любит, но о чем не все понимают, говорит этот Федя. Вот, и как бы у тебя наступает, как бы, прозрение, то есть некие вещи, как бы, уходят, да? И дальше, либо ты, либо вот эта страсть, ну, или то, что мы называем влюбленность. Иногда мы делаем такое разграничение между влюбленностью и любовью. В принципе, Библия этого так особо не делает, но можно так сделать. Тут не суть, как это все назвать. Страсть, влюбленность. Переход в супружеские. Чем супружеские отношения, чем супружеская любовь отличается вот от этого? Тем, что там вот нету этой идеализации. То есть не то, что тебе не нравится твой муж, твой мужчина, но ты начинаешь, как бы, любить не только его плюсы, но ты начинаешь даже, как бы, его недостатки любить. То есть ты начинаешь это видеть, что да, вот он, он, как бы, ну, может быть, не совсем идеальный, и не самый он умный, может быть, не самый благородный, но он близкий для тебя человек. И ты начинаешь его любить. Вот почему я говорю, очень важно, когда окончательное решение о вступлении в брак, оно принимается, когда ты уже, познакомившись, не только идеализируешь человека, а ты уже видишь некую реальность. Вот поэтому, я вообще, когда к ней подходит, и говорит, пастор, сколько помолвок? Я говорю, ну, хорошо бы где-то год. Это, конечно, на ваше дело. Вы хоть через неделю можете помолвку закончить и в брак. Это ваше. Но это вам потом жить. Вам потом жить. Хорошо бы, когда год проходил, когда человек, он уже за это время, вот у него, ну, нормальных людей, я сейчас говорю не про ненормальных, уже идеализация проходит примерно. Уже начинает проходить. Либо, как это бывает, либо равнодушие, ты вдруг понимаешь, ну, а, как-то это вот не то, что-то не то, не так я все это себе рисовала, равнодушие. Либо, тоже иногда бывает, неприязнь, когда вот уходит этот огонь, это пламя, неприязнь. Что же он меня обманывал-то? Ну, на самом деле, тебя никто не обманывал. Что Федя тебе говорил, я самый умный, это ты же сама решила. Ах, обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад. Сама решила. Сама решила. Вот. И вот это все. Вот. Но, как бы вот этот, человек с пьедестала сходит. Я не говорю, что если человек сходит с пьедестала, его не надо любить. Как, помню, мы, когда в 80-е годы были, любили петь песню Шевчука, называется, я больше не люблю. Там такие слова, тебя на пьедестал, я мраморный поставил, но ты с той высоты упала прямо в грязь. Какой смешной финал комедию составил, иди с своей кривой, красивенькая девушка. На самом-то деле, это он поставил на пьедестал. Это ты ставишь человека на пьедестал. Это ты ему чувствуешь что-то. Ты же ему приписываешь, ему все эти свойства. Но сегодня я хочу поговорить не об этом, а о том, что у некоторых это состояние остается, и они продолжают жить вот в этой идеализации и уникализации. Именно это и называют любовная, любовная зависимость. Вы знаете, у экклезиаста же есть знаменитые слова, да, что место для всякой вещи под солнцем. Все хорошо на своем месте, да? Когда вот что-то на своем месте, это хорошо. Когда что-то не на своем месте, вот это любовью заниматься дома, женой, хорошо. А поставить кровать на сцене, это уже называется порнография, да? Хорошо. Так вот, когда вот это состояние некое болезненное, иллюзорное во многом, потому что идеализация, конечно же, основана на иллюзиях, оно продолжается у человека. Это не просто любовная зависимость, это не просто неразделенная любовь, это болезненное состояние, в которое люди погружаются, и словно они уже не могут это пламя контролировать, это пламя начинает словно их сжигать, пламя начинает их разрушать. Это приводит к изменению личности, к разрушению личности. Ломается достоинство, ломается уважение, уважение к себе, теряется интерес к жизни. Как бы человек словно перестает жить своей, перестает жить своей жизнью, он начинает жить жизнью другого, другого человека. Он живет другой жизнью, и чаще всего в такую зависимость порой попадают люди, которые сами, вот особенно, может быть, в детстве, недополучили любви. К сожалению, сегодня огромное количество девочек растет без пап. Иногда вообще без папы, иногда папа приходит, но такое чувство, значит, что он есть, что его нет. когда переживается какое-то насилие, моральное насилие, психологическое насилие, физическое насилие приходит. И вот, как бы, человек словно не уважает себя, не уважает свою личность, и он попадает в это состояние, и ему-то и кажется, что, а вот, а вот, наверное, это-то и есть настоящая любовь. И потом, когда смотришь, что же такая любовь-то наделала, наделала в жизни, и смотришь на Священное Писание, думаешь, да это просто так лишь называется, потому что любовь, о которой мы видим Слово Божие, это любовь, несущая жизнь и созидающая, а это просто-напросто несет всевозможные разрушения, несет какие-то деструктивные вещи в жизни, какие-то навязчивые мысли, когда там по первому звонку готовы куда-то нестись, то есть ты погружаешься в такое чувство, когда на самом деле все теряет для тебя значение, ты перестаешь все, и когда общаешься, вот я когда общаюсь с сестрами, которые вот находятся в таком состоянии, для них словно все ходит на второй план, я там не говорю только там церковь, там служение, вообще вера, Бог, и такое состояние, если он скажет, да я вообще уйду из церкви, я и такое за годы пастырства слышал, вот, и потом люди разрушают, разрушают дружеские отношения, они как бы словно, словно выпадают, выпадают из жизни, и тут, знаете, очень важно, очень важно увидеть одну, одну вещь, безусловно, любовь это удивительное отношение к тому, кого ты любишь, но любовь, которая приходит от Господа, это любовь неразрушительная, она созидательная, она не сужает весь мир в жизнь одного человека, она, наоборот, вместе, как бы с ним хочет раскрыть для тебя, весь мир, я вот даже такой пример приведу, я взял маленький рисунок, посмотрите, вот такой рисуночек, его нарисовали, думаю, хороший такой, хороший пример для нашего зала, его нарисовали у нас на детском служении рисунок, и вот, вот вопрос, как вы думаете, что дети нарисовали? церковь, небо, стена, церковь, вы, наверное, из другого города, у вас такая церковь, вот, что еще, как вы думаете, божья коровка, точно женщины склонны к идеализации, я вот, я вот еще раз убеждаюсь, а? может быть, я неправильно как-то взял? может кто-нибудь догадается все-таки, что они нарисовали? а? вам не видно? это ребенок нарисовал, вы взрослые понять не можете ничего? не можете, хорошо, я поясню, Миш, выйди сюда, на самом деле, конечно же, я пастор добрый, но хитрый, да? открывай, они нарисовали большую картину, и это лишь маленький кусочек, который просто я, ну, мне разрешили, я не без спроса, вот, я просто-напросто вырезал лишь маленький кусочек большой картины, да? это просто как маленький пазл, маленький пазл, вот вы знаете, что происходит, когда люди живут вот в этой, когда женщины, сестры живут в этой любовной зависимости, они берут вот этот маленький пазл и пытаются в этом маленьком пазле, вот это для них становится весь мир, но, какой бы человек не был талантливый, умный, красивый, он никогда не может собой заменить весь мир, иначе бы Бог создал одного человека, было бы достаточно, но Бог создал много чего, и вот драгоценная настоящая любовь, когда, когда мы, да, мы любим человека, но с помощью него мы видим весь мир, весь мир, и это именно происходит, драгоценные, когда мы познаем Господа, потому что, вот, не случайно говорят, там, врачи, что женщины, находясь вот в этой любовной зависимости, их невозможно убедить ни логикой, ни аргументами, ничем, есть только, я считаю, одна вещь, которая может исцелять, она, конечно, может исцелять от всего, но от этого тем более, это наша вера, что делает вера, вера не суживает мир, вера не берет весь мир, и не засовывает его в одного, в одного человека, потому что, это всегда получается искаженный мир, не настоящий мир, вера, когда мы видим это все в целостности, да, мы видим всю картину, да, вот они как красиво нарисовали здесь золотой город, здесь и ангелы, и оказалось, это была часть крыла, и когда для тебя, да, ты можешь находиться с этим человеком, но во всей картине, то есть, не разрушается твоя дружба, не разрушается твое служение, не разрушаются твои взаимоотношения там с родными, это как бы вся картина, наоборот, вот любовь, она словно раскрывает для тебя весь мир, любовная же зависимость, вот это искаженное пламя, оно наоборот словно вырывает это все, и вот для тебя весь мир, вот это, но ни один человек не создан для того, чтобы стать весь мир, всем миром, и драгоценная настоящая вера, как раз, когда мы приходим, и Бог раскрывает для нас весь мир, и мы, и мы учимся любить, да, любить, да, ценить, но смотрите, при этом не, мы не уходим из мира, мы не теряем все, нашу жизнь, наше служение, наоборот, этот человек словно вот встает на свое место, и для нас многое там, что было, например, непонятным, становится понятным, становится понятным, это происходит, когда вера, и я много раз убеждался, драгоценное, что действительно, вот столько порой боли, сестры у вас, которые вы носите с собой, носите внутри, внутри себя, у некоторых такое чувство, что там прямо вот это все бурлит, это выхода не имеет, оно словно вас изнутри сжигает и разрушает, и мы порой вот не понимаем это, и вместо вот этой созидающей любви получается вот эта порой страсть бесконтрольная, которая люта, как преисподняя, которая вместо созидания несет разрушение, вместо благословения, она словно приносит, приносит проклятие, я вот когда сидел, когда я смотрел, я пересматривал снова фильм могущество сердца, я пересматривал какие-то ролики, которые об этом говорили, я четко увидел, что вот реальное исцеление, когда мы приходим к Господу, открываем перед Ним наше сердце, начинаем прислушиваться к нашему сердцу, потому что из Него источники жизни, эта жизнь начинает подниматься, и тогда твоя любовь, она не лишает тебя общения, друзей, работы, служения в церкви, посещения богослужений, она не обкрадывает тебя, а наоборот обогащает тебя, она наполняет тебя, поэтому, милые мои, не путайте эти вещи, не превращайтесь в рабы любви, будьте рабами только Господа Иисуса Христа, потому что только Он есть реально, идеальный и совершенный, огромная проблема, когда мы ищем в людях только то, что мы можем найти в Господе, только Он является полнота во всем, Он Альфа и Омега, начало и конец, ни один мужчина, ни один человек не может быть таким, как бы одарован с неба, Он не был, это не значит, что Его не нужно любить, но это значит, что мы не должны быть в зависимости от чувств, у наших страстей, мы должны быть в зависимости только у Господа, чтобы наши отношения, наша любовь, они были благословенными и были здоровыми. И я хочу сейчас в конце, спасибо, Миша, давайте закроем глаза и склоним головы. я чувствую на этом месте Божье присутствие. Я перед конференцией почувствовал, что я должен говорить на эту тему и я тогда просто молился и говорю, Господь, как я могу говорить на эту тему, я же не знаю, что же эти сердцы чувствуют, что сестры чувствуют, что переживают, но я почувствовал, что я должен все равно об этом говорить, потому что я ощущаю, что на этом месте Божье присутствие и я вижу, что некоторые здесь сидят, плачут, но я не знаю вашей жизни, я не знаю вашей ситуации, я не знаю, что у вас когда-то происходило, я знаю, что на этом месте есть Дух Святой и Его сила, способная исцелить каждое разбитое и сокрушенное сердце, не идеализируй никакого человека, ты всегда разочаруешься, либо обозлишься, либо у тебя очарование, сменившись разочарованием, выльется в жгучую неприязнь, либо будут эти больные чувства, когда ты будешь бегать и бегать, и кроме мучения, кроме боли внутри, ничего, ты думаешь, как люди говорят, что любовь благословляет, любовь наполняет радостью, меня любовь, кроме как страданием, ничем не наполняет, кроме как болью, болью, ничем не наполняет, потому что ты заменила Господа все во всем, в котором только есть полнота, ты заменила человека хорошим, но человеком, любимым, но человеком, и стала жить этим человеком, и через него в мир смотреть человеком, и ты возложила на твоего мужчину такую ответственность, которую ни один человек не вынесет, не вынесет, трудно быть Богом, кто способен к всему, кто способен к всему, поэтому, когда мы погружаемся в Господа, любовь не уходит, а вот эти розовые очки уходят, идеализация уходит, ты видишь реальность, и ты понимаешь, что если Бог в вас соединяет с кем-то, для того, чтобы вы были светом этому миру, а они спрятались от этого мира, для того, чтобы через вас его любовь шла к этому миру, а не чтобы вы закрылись от всех и создали вместо семьи такой мини-монастырь, мини-монастырь, но только Господь может это исцелить, потому что это происходит не на уровне разума, через твое сердце эта исцеляющая любовь придет, всемогущий Господь, я прошу коснись Духом твоим святым, каждую сестру здесь, коснись их душу, и коснись сердцем. Ни в других людях, ни в мужчинах, ни в киногероях, ни в супергероях, в них внутри находится источник жизни, то, в чем они нуждаются. Мы не призваны жить другими, мы не призваны питаться другими, мы призваны вкушать Тебя, Иисус, ибо Ты есть Агнец Божий, Ты есть Тот, кто был, есть и грядет. Я молю, мой Бог, касайся, касайся тех, кто возможно попал в эту зависимость, касайся тех, кто до сих пор страдает, от какой-то этой зависимости по имя Иисуса Христа. Освободи от всякого деструктивного чувства. Мы не призваны фантазировать об этом мире. Мы можем видеть реальность и тем не менее любить. Мы можем видеть людей такими, какими они есть и тем не менее любить. Нам не нужно ничего дорисовывать, допридумывать. Нам не нужно жить в мире фэнтези. Ни один мир, придуманный людьми, не может быть лучше того мира, который ты создал. и жить в этом мире, любить и видеть в нем красоту, возможно, только в единстве с тобой, Господь. Я молю, коснись каждую сестру, особенно которые были изранены в каких-то отношениях, в которых были травмы в сердце в каких-то отношениях, или боль. Исцели. Не воинством, не силой, но духом твоим, Господь. Коснись и исцели. Коснись и исцели. Я молю, мой Бог, коснись каждую, кто возможно пережила боль в детстве, может быть в семье или в школе. Возможно чувствовала невнимание, незаинтересованность со стороны семьи, со стороны родителей. Из этого сломанное достоинство, потерянное уважение к себе. Исцели, Господь. Покажи, мой Бог, каждый, насколько она драгоценна в твоих глазах. Ты создал ее, как твою дочь, как принцессу. Ты любишь ее. И ни одна из них здесь не случайно, чтобы не говорили в свое время родители, но это ты хотел, чтобы она была здесь, и она здесь. Ты хотел, чтобы она родилась, и она родилась. Она твоя дочь, Господи. ты любишь ее, ты ценишь ее, ты дорожишь ей, Господь. У тебя есть призвание для нее, и для ее жизни, и для отношений, Господь. учи каждого из нас слушать свое сердце. Учи нас, Господи, оставаться в тишине, не бояться тишины, и слушать голос тишины, слушать звук тишины. ты приходишь в венье тихого ветра. Когда прошли землетрясения, когда прошел ветер, раздирающий скалы, когда прошел огонь, страсти, огонь, рвение, мы часто глухие в это время. Поэтому, Господь, я молю, чтобы мы ценили эти моменты тишины, когда мы можем быть в гармонии, когда мы можем остановить этот бесконечный поток мыслей внутри себя, чтобы тишина была не только вокруг нас, но внутри. И мы были способны слышать, слышать, Господи. Будет Твоя исцеляющая сила, Господь. Покажи, мой Бог, что те мужчины, которых они возможно идеализировали, они не такие, как у всех людей, у них есть и недостатки, и минусы, и несовершенства, и слабые стороны. Нет ни одного идеального человека. Мы особенные не потому, что мы идеальные, а потому, что мы любимы Тобой, Господи. Каждый из нас. Ты любишь нас, как мы есть. Ты любишь нас, Господи. И Твоя любовь побуждает нас также любить. Любить. Не только за достоинство, но даже за недостатки. во имя Иисуса Христа. И будет настоящее чувство, которое наполняет нас, чувство, идущее от Тебя. чувство, которое воистину созидает. Не уменьшает мир, а наоборот раскрывает мир. Не рушит нашу жизнь, но наоборот развивает ее и ведет выше Господь. Настоящее чувство, благословляющее, наполняющее во имя Твое Святое. Редактор субтитров А.Семкин